Привет! В эфире программа Точка.ру, программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Мы узнали, как вы отдыхаете на пляжах Самары. Наш город снова увековечили в таймлэпс. Как собрать танк? Самарский пример. Почему нужно покупать именно наше? И как объединились мужья девушек, зависимых от Инстаграм? Все это и многое другое прямо сейчас. Небольшая температурная пауза дала возможность всем нам немного отдохнуть от невероятной жары. Однако ни дожди, ни грозы не испугали всех тех, кто в минувшие выходные настроился на отдых. Вы молодцы! Некоторые даже успели шашлык пожарить за городом. Гениальные люди! Я же неделю назад обещала порадовать вас отчетной подборкой фотографий самарских пляжей. И я с заданием справилась. А пока вы смотрите фото, сообщаю. Выводы у меня получились все те же. В Самаре по-прежнему живут и гостят самые красивые девушки. А все мы любим хорошо отдохнуть в компании друзей. Безусловно, самыми многолюдными пляжами по праву можно назвать пляж Загородного парка, знойные места Красной Глинки, Заволгу и, конечно, пляжи Самарской набережной. Кстати, напоминаю, что у Самарской набережной появился новый крутой сайт nanabi.ru. Там вы сможете найти расписание речного вокзала, подробную афишу всех культурных и спортивных мероприятий, а также обзор знаковых мест на набережной. А пока я самозабвенно рассматривала ваши летние фотографии, наткнулась на публикацию жительницы Самары Альбины Михайловой. Девушка выложила свои фотографии в один из самарских пабликов и предложила горожанам свой вариант отдыха. Получилось мини-сочинение «Как я провел субботу». Альбина пишет, что с удовольствием прошлась по улочкам старого города, успела потанцевать, послушать уличных музыкантов и полюбоваться видами города. И даже искупаться в Волге. Недельной усталости как не бывало, пишет автор. Спасибо вам, Альбина, за такие положительные эмоции. Самарские видеоблогеры регулярно радуют своих поклонников свежими видеороликами о родном городе. И какие только идеи и способы для этого не используют. Самый любимый способ снимать виды Самары на цифровой фотоаппарат с равными интервалами. Затем эти фото монтируются в ролик и получается удивительной красоты видеоматериал. Называется это все техника таймлэпс. Так вот, блогер Александр Джунчик, обитающий в ЖЖ под именем «Любитель полосатых кошеков», поделился одним роликом со своими подписчиками и читателями Самары.ру. Александр пишет, что три года назад он задумал сделать такое видео про волжские окрестности и вот три года спустя желаемое осуществилось. Работа проделана колоссальная. Это поистине красиво и невероятно. Ставим наш большой самарский лайк. Друзья, совсем недавно мы завели почту для ваших сообщений и обратной связи. Вы регулярно присылаете нам свои интересные новости и фотографии. Наш зритель Михаил Мальцев поделился с редакцией видеоматериалами о том, как он вместе с друзьями ко Дню Победы смастерил необычный танк. Видео было снято к юбилею Победы в 2015 году. Над машиной трудились все друзья Михаила, которые потом и прокатились по улицам Самары на этом танке, который, как видно из ролика, еще и стреляет. В русскоязычном фейсбуке набирает популярность флешмоб «Покупаю наше». Пользователи рассказывают о своих любимых товарах российского производства. Флешмоб начался со страницы Фонда развития промышленности и уже полностью захватил умы и аккаунты ответственных россиян. Каждый стремится рассказать о чем-то своем. Главная задача флешмоба – полностью уничтожить стереотип о том, что в России ничего хорошего не могут производить. Рекомендации российских знаменитостей, политиков, руководителей целых регионов вы сможете найти по хэштегу «Покупаю наше». Кстати, организаторы флешмоба подчеркнули, что они предлагают покупать все российское вместо импортного. Идея всего проекта лишь в том, чтобы рекомендовать российские товары не потому, что они наши, а потому, что они действительно качественные. В сети Инстаграм набирает популярность аккаунт, где мужья и бойфренды ярых любительниц фото-жанра «Квадрат с фильтрами» могут пожаловаться на жизнь и получить моральную поддержку. На страницу попадают снимки, помеченные хэштегом «Инстаграм-хасбенд» – «Инстаграмный муж». Аккаунт создал, естественно, один из пострадавших. В подписках к фото мужчины иронизируют над своей участью, ведь многим пришлось не один час работать над идеальным кадром. Она купила новый топ для йоги, так что нам, конечно, пришлось ехать на пляж, делать снимки. Жалуется австралиец по имени Джейсон. Еще один супруг негодует. Теперь мы едим только то, что красиво сочетается по цвету со столом. Ищет поддержки и парень по имени Нил. Я думал, мы идем купить бубликов за углом. 30 минут спустя и никаких бубликов. Я должен был догадаться, что эта косичка не к добру. Она заставила меня снимать ее с четырех ракурсов. Прыгала вверх-вниз минут 15, наверное. Собралась небольшая толпа зевак. Девушки, это вам знакомо? Продолжать? А вот и мое любимое. Я без понятия, чья это собака. Сейчас на аккаунт Инстаграмный муж подписано 8 тысяч пользователей. Каждое фото собирает десятки, а то и сотни комментариев всех тех, кому мы обязаны своими красивыми фотографиями в социальных сетях. Все мы, так или иначе, живем в социальных сетях. Спешим выложить удачное фото, ставим лайки друзьям и подругам, а вдруг обидятся, случайно или по привычке фотографируем обед и ставим хэштеги, больше хэштегов. И порой перегибаем палку. Об этом многие говорят, а вот некоторые снимают такие ролики, которые очень наглядно показывают нашу порой смешную жизнь в соцсетях. Ролик о фальшивой жизни в мире хэштегов и лайков стал настоящим интернет-хитом. Его автор и комедийное женское трио из Австралии уже получила статус принцессы Ютьюба. Что ж, видео получилось и правда очень жизненным. Пожалуй, многие узнают в этих кадрах себя. Главное – вовремя остановиться. Безумно хочется поделиться с вами отличной новостью. Количество просмотров видеоматериалов телеканала Самара Гиз на YouTube превысило 10 миллионов. Это правда сумасшедшие цифры, которыми мы очень гордимся. Спасибо, что вы с нами и что смотрите нас в любое время и в любом месте благодаря нашему специальному приложению, которое можно скачать в App Store и в Google Play и оставаться всегда на связи с любимым телеканалом. Наверняка вам интересно, что же за ролики набрали максимальное количество просмотров. Давайте разбираться. Открывает топ просмотров сюжет о том, как житель от Радного нашел на дне реки Большой Кенель череп древнего носорога и других доисторических персонажей. На втором месте в рейтинге сюжет о спасителе в кошачьей шкуре. Кот Степан весом 16 килограммов спас хозяйку от грабителей. Замыкает тройку лидеров мальчик Тихон из Самары, который придумал и реализовал весьма неплохую бизнес-идею. Все эти видео доступны на YouTube-канале Самара Гиз. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Если хотите стать героем программы, пишите нам. А лучше присылайте интересные фото и видео на нашу почту. Адрес вы видите на экране. А еще я хочу пригласить всех вас в нашу официальную группу. Там не только собраны все выпуски программы, но и регулярно появляются интересные новости, истории и фотографии. Также ищите телеканал Самара Гиз на просторах интернета. Наш сайт, Твиттер, Инстаграм, группа ВКонтакте, Фейсбук и канал на Ютьюбе. Смотрите нас через приложения на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!